Итак, мы начинаем предпоследнюю лекцию этого курса, посвященную целиком четырехмерным многообразиям. Она с неизбежностью будет еще более поверхностной, чем предыдущая, но у нее будет одна важная черта, которой не было в размерности 2 и 3. Строго говоря, лишь она будет полностью соответствовать названию курса, потому что мы взялись рассматривать разные структуры на многообразиях, но в размерностях 1, 2 и 3 представлены различия между этими структурами еще не проявляются. Впервые оно начинает проявляться в размерности 4. Предыдущие меньшие размерности, однако, нам очень убедительно показали, что теория многообразия весьма сложна, и пока сложность возрастает с ростом размерности. Все это было сказано для того, чтобы напомнить то, с чего мы начинали наш курс, что было на лекциях. На лекции 1 мы рассмотрели несколько забывающих функторов. Я их сейчас кратко напомню, буду выписывать и по ходу дела произносить, что они значат. Так мы рассматриваем категории алгебраических многообразий, затем комплексных многообразий, у которых еще более-менее понятное и общепринятое название. У почти комплексных многообразий его пришлось на месте придумать. Думаю, что оно не встречается в литературе. И вообще почти комплексные многообразия, видимо, не обладают очень хорошими категорными свойствами. Хотя сегодня я надеюсь привести результаты, из которых будет видно, что это очень естественный класс многообразий. Ну вот, сегодня раз, два, три, четыре, пять категорий гладких многообразий. И, наконец, топологических многообразий. Так, мы пишем, по возможности, только гласные буквы для сокращения. В размерность три, как мы чуть-чуть отметили, начинает проявляться также разность между топологической и гомотопической категорией. Тут уместно напомнить, что, вообще говоря, с общекатегорной точки зрения, гомотопическая категория гораздо естественнее и имеет больше параллелей в других разделах математики, прежде всего, в чистой алгебре, особенно в гомологической алгебре. И суть дела заключается просто в том, что непрерывных это поражение слишком много, а их гомотопические классы образуют очень важные и интересные дискретные множества, структуры которых, впрочем, человечество понимает очень и очень плохо. В четырехмерии это различие между гомеоморфностью четырехмерных многообразий и их гомотопической эквивалентностью еще гораздо интереснее и сложнее, измеряется различными нетривляемыми группами, там есть некоторое количество сложнейших открытых проблем, и мы это опускаем исключительно по недостатку времени. Ну, отчасти по недостатку времени, отчасти потому, что, как мы говорили, гомотопическая категория стоит особняком, потому что четыре функтора, которые написаны здесь, являются просто забывающими функторами на объектах. И, собственно, то, что было сказано вначале, что различия полностью проявляются лишь начиная с размерности четыре, это отражает тот факт, что все эти функторы несюръективны на... в размерности четыре начинают быть несюръективны на объектах, в отличие, например, от размерностей два и три, где каждое топологическое многообразие пришло из предыдущей категории, обладает гладкой структурой. Ну, вот я заготовил такую большую таблицу, сейчас я что-то не могу вспомнить, насколько она фигурировала в первой лекции. Итак, вот тот раздел, которым мы сейчас будем заниматься, естественно, назвать разности. Разности... Так, я, оказывается, не совсем продумал, как это делать технически, значит. Ну, видимо, вот как надо написать, то есть на лист бумаги у меня уместилось то, что я хочу продемонстрировать. Будем надеяться, что с одной попытки уместится и на доску. Название я буду, может быть, сокращенно писать, категории, так, чтобы было видно. Да, и написав это самое большое название, я все-таки вернусь к введению и скажу еще несколько общих слов, которые заключаются в том, что на самом деле с общей математической точки зрения нас больше всего интересуют две крайности в этой последовательности. Попробую объяснить, почему. Ну, отчасти, может быть, это связано с научными интересами лектора. По своей основной специальности я являюсь алгебраическим геометром. И в алгебраической геометрии, конечно, используется и комплексный анализ, и гладкие многообразия, но наиболее убедительно и, можно сказать, загадочно фигурирует топология алгебраических многообразий. Когда я говорю, что она загадочна, то я имею в виду, что все аналоги того, что мы привычно думаем, что виден над полем комплексных чисел, существуют в абстрактной алгебраической геометрии. Это установленный факт, который не оставляет сомнений после доказательства гипотез Вейля. Ну, а скажем, аналогов гладких многообразий, почти комплексных многообразий, ну, наверное, в какой-то степени они развиваются, но они не так бесспорны. Так что, все-таки, наверное, надо относиться к трем промежуточным категориям, именно как к посредникам между крайними, между крайними, которые связаны с обсуждением, реальным обсуждением топологии алгебраических многообразий, в данном случае комплексных. Я об этом вспомнил, потому что, ну, все, что мы будем сейчас обсуждать на этой лекции, правда, для размерности 4, мы будем обсуждать в рамках вот этой наибольшей категории, и можно как-то мысленно настроиться на некоторой универсиум сегодняшней лекции, на множество топологических, четырехмерных, напомненных всяких случаев, компактных и связанных многообразий, ну, еще напомню, что мы не будем специально оговаривать ориентированных, но в одном месте нам придется об этом поговорить. Итак, вот это самая, самая большая категория, внутри которых, которой мы будем рассматривать другие. Итак, в ней у нас расположены гладкие многообразия, давайте просто С бесконечность их обозначим. И вот в этих концентрических фигурах будем указывать разности. Сейчас я их просто перечислю, перечислю. У них у всех понятные имена, кроме, может быть, того случая, того имени, которое я привожу сейчас. Вот в современном интернете ведется интенсивная дискуссия по поводу того, нет ли не сглаживаемого многообразия попроще, чем так называемое Е8, что сегодня некая заметная часть лекции уйдет на то, чтобы просто определить это многообразие. Это несглаживаемое и нетреангулируемое многообразие. Но их, на самом деле, в размерности 4 это вовсе не редкость, совсем не редкость. В каком-то смысле мы покажем, что на том классе многообразие, которое мы лучше понимаем на односвердомных многообразиях, это их чуть ли не половина. Половина. А сглаживаемое половина нет. Дальше идут, как мы знаем, многообразия почти комплексные, если у нас хорошее сокращение. Но здесь нет. Almost Complex. Да, и начиная с этой фигуры, не знаю, как правильно сказать, с этой части диаграмм, у нас начинают доминировать сферы. Вообще вся очень существенная часть сегодняшней лекции будет иллюстрировать тот факт, что сферы и они большие, и простые операции над ними доставляют важнейшие им варианты. Так, здесь у нас живет просто сфера С4, простейший пример гладкого многообразия, не допускающего почти комплексной структуры. И примеров мы других рассматривать не будем. Да, я прошу прощения, как-то не сказал, что на этот вопрос о примерах, не сглаживаемых многообразий попроще, чем Е8, ответ не так прост. Он неизвестен, по крайней мере, в современном интернете. Неизвестен для размера С4, а, например, в размерности С8 они массово задаются алгебраическими уравнениями, вещественными. И вещественными, и комплексными. Вот, теперь внутри сидят комплексные многообразия, вот тут мне нужно больше всего места, комплексные. так, и вот тут нужны примеры многообразий. Вот тех самых, может быть, я так немножко подчеркну этот класс многообразий. да, он действительно, только сейчас я заметил, что он еще и посередине нашего короткого пути находится. И, в общем, он вероятно, недостаточно внимания получает в классической математике. Значит, мы сейчас обсудим единственный пример связан с умом, то есть, не обсудим и упомянем. Когда начнем эту диаграмму разбирать чуть-чуть подробнее, то вот здесь по существу единственный, кажется, не сферический объект возникнет, связанная сумма трех комплексных проективных пространств. Ну, в каком-то смысле можно сказать, что простейшие объекты, бросающиеся в глаза четырехмерное многообразие, это именно четырехмерная сфера и комплексное проективное пространство. Вот из них, кроме этого патологического Е8, из них сделано все остальное. и слава Богу, мы уместились куда хотели, значит, вот внутри у нас самая маленькая и самая для нас все-таки драгоценная категория, геометрия. Ну, здесь, наверное, уместно оговориться о том, что, когда мы рассматриваем многообразие любой размерности с точки зрения алгебраической геометрии, у нас есть разные подходы, бирациональная классификация, бирегулярная. сегодня мы, разумеется, с точки зрения нашего курса рассматриваем исключительно бирегулярную классификацию. Итак, тут нам надо привести примеры комплексных не алгебраических многообразий. Вот это такой периферийный заброшенный уголок. Тут мне надо наверное подумать в каком порядке писать эти произведения сфер. Сейчас это не случайно, значит, трехмерная сфера вроде базы в большинстве случаев одномерная вроде слоя. Я поставлю многоточие. Да, никак нельзя сказать, что комплексная структура на произведении трехмерной сферы и одномерной бросается в глаза. Все они называются поверхностями разных людей. Хоп, Кадаира большое внимание им уделял. Мы о них поговорим, но они не являются звездами современной математики, хотя, может быть, у меня будет время упомянуть открытые вопросы. Более естественный и хорошо известный класс комплексные торы структуры. Давайте так напишем общие факторы С2 по решеткам и отметим опять, что это дополнительные структуры на произведении уже четырех сфер размерности С1. Вот на них много комплексных структур. Это чистая линейная алгебра, вернее, алгебра вещественных четырехмерных пространств, в которых варьируется решетка Абелева группа максимального ранга. И в некоторых случаях получается многообразие алгебраическое, а в некоторых нет, в некоторых просто комплексное. Ну, алгебраическое многообразие, естественно, перечислять мы не будем, примеров не будем перечислять, но невозможно удержаться от того, чтобы упомянуть, что квадрика одно из ближайших многообразие к проективной плоскости представляет собой произведение двух проективных прямых, и это такие же произведения сфер. То есть все различия между нашими структурами нам удалось прояснить, проиллюстрировать, работая лишь с, как в основном работая со сферами. Теперь мы немножко поговорим об отступлении, то есть произведем некоторое отступление и упомянем кратко еще один аспект, который не имеет никаких, почти никаких аналогов в меньших размерностях. я совершенно не предполагаю известной ни теорию кабардизмов, ни даже какие-нибудь определения, но что-то попробую нарисовать или даже может быть сравнить три способа, которые в разные времена применялись для того, чтобы определить понятие дырки или даже понятие, то есть, вернее, так надо подходить к делу, что дырки это все-таки, как мы знаем, цикл с точностью до границ. Я зря, видимо, сказал, что в разные времена этот вопрос рассматривался. В основном начало этому положил Понкаре и теория кабардизмов она наиболее наивна, то есть есть три подхода кабардизма, гомотопии и гомологии. Я их перечислил в порядке возрастания возрастания изощренности определений, а вычислимость в этих теориях расположена в противоположном порядке. Проще всего вычислить трудно определяемые гомологии, гораздо труднее сферы, но про кабардизмы это тоже очень трудно, но они в отличие от гомотопических групп в основном вычислены. Итак, понятие кабардизма основано на представлении о том, что некоторые многообразия это края других многообразий, чтобы не вдаваться в это давайте я нарисую что скажем в теории кабардизма окружность тривиальна, поскольку является краем ориентированное. тут напишем ориентированное. 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 Ну, давайте уж устроим такую табличку маленькую. Вот это происходит в размерности 1, в размерности 2 и 3 любая ориентированная поверхность я это совсем не умею нарисовать, но умею помахать руками. Это край заполненной поверхности. Не знаю, не умею это написать. Нет, совершенно нетривиальный факт. заключается в том, что любое трехмерное многообразие является краем ну, напишем, ну, давайте напишем, как топологи всегда пишут любого М3 существует М4, такое что М3 край ДМ4. Это достаточно трудная теорема. И только в размерность 4 именно П2 разумеется из наших главных героев четырехмерная сфера, само собой край четырехмерного шара, а П2 АС, как бы сказать, не край ничего. Вот это касается ориентированной теории, но здесь имеется естественно параллель, скорее всего, имеющий такой вещественно-комплексный смысл, потому что с неориентированной, с неориентированными бордизмами дело обстоит еще проще, то есть мы ограничимся двумя размерностями, в размерности 1 нет различия, окружность это край, а в размерности 2 давайте напишем так же и вещественная проективная плоскость не является краем ничего. то есть ну все тут конечно алгебраизовано и аксиоматизировано, есть и нетопологические категории кабардизмов, но вот у них есть такие важные образующие в зависимости от ориентации это проективное пространство и их произведение. Ну строго говоря это отступление от основной линии просто потому что мы об этом не говорили и уже говорить не будем, но поскольку мы дошли до той разметности в которой есть нетривиальная теория и собственно говоря совершенно нетривиальный и с большим трудом осознаваемый факт комплексную проективную плоскость ничем нельзя заполнить так уж она устроена так поскольку отступление я его по-видимому все эти соображения сотру и дальше мы пройдемся по этой диаграмме то есть по-прежнему говорим о примерах ну так с края и пойдем значит прежде всего вот наша это негладкость то есть бесконечность гладкость мимо гладкие многообразия но ой наоборот совершенно наоборот разумеется топологические но негладкие так уже было сказано что изложение будет весьма поверхностным и почти никогда я не буду объяснять почему данное грубое многообразие не имеет более тонкой структуры а самое трудное это понять понять как строится топологическое многообразие е8 я произнесу некие тексты напишу некоторые формулы совершенно не претендуя на то что их можно слету понять но тем не менее нет информации об этом будет и нет картины того как выглядит это этот объект будет сейчас сформулирован у нас есть некоторые трудности именно в этом и только в этом случае у нас есть некоторые трудности в номинациях все остальные наши примеры имеют вполне определенные ясные имена что касается имени е8 то это имя так называемой системы корней надо отсчитать 7 черточек сюда и на третьем надеюсь на каком месте на втором черточку сюда ну любой специалист по алгебрам Ли сразу глядя на объект скажет что это же Е8 на самом деле здесь речь идет о весьма изощренной символике для изображения систем корней простых алгебр Ли связано это с тем как там они порождаются отражениями это само по себе весьма сложный весьма сложная и очень неявная система кодирования его придумал Евгений Борисович Дынкин в Москве в 1940 каком-то году она является абсолютно всемирно признанной но скажем комбинат комбинаторики того объекта который мы строим по видимости никакие соответствующие алгебры Ли ни малейшего отношения не имеют так что это просто такой способ зафиксировать комбинаторику теперь как же она строится ну вообще не так легко работать с четырехмерными топологическими многообразиями лично я не умею рисовать ничего четырехмерного авторы профессионала которые занимаются четырехмерной топологией очень широко пользуются разного рода картинками но это требует и картинками и геометрической терминологии я сейчас тоже с ней в бедности буду произносить и там все время фигурировать ручки главное слово хирургия сшивание разрезание и тому подобные вещи но вот как скажем такого же буквального способа запечатлеть эти геометрические образы какие у нас есть в низших размерностях но для меня не существует тем не менее значит у нас давайте так скажем 8 позвольте вырезаться не очень академично 8 кирпичей кирпичи таки кирпичи расслоение но они называются дисковые расслоения с эйлером числом 2 тут необязательно углубляться в характеристические классы лучше все-таки решить что это такой объект такие многообразия четырехмерные многообразия с краем на которые нас нашего геометрического воображения все-таки в основном хватает то есть ну смотреть на это надо как на расслоение или лучше сказать часть касательного расслоения к двумерной сфере касательное расслоение к двумерной сфере это очень почтенный объект и имеет вполне алгебро геометрическую природу скажем так чем алгебраическая геометрия отличается от риммановой это тем что в риммановой все равно в риммановой касательное расслоение изоморф к касательным а в алгебрейской геометрии нет и это определяется знаком с которым вводится как это официально называется ну ойлер номер называется числом 2 а это часть касательного расслоения а числом мейлера минус 2 была бы часть ко касательного расслоения соответствующее многообразие разумеется было бы построено из каких-то таких же кирпичей только с измененной ориентацией мейлера и теперь я ограничусь очень описательным словом вот 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 такие кирпичи а как они соединены вот так вот как учат как учат граф е8 но обычно его рисуют не просто черточками а с точечками внутри вот тут 8 точечек значит в некотором смысле которые специалисты очень хорошо понимают если мы возьмем 8 кирпичей и поставим в эти точки то система е8 позволяет объяснять нам как их отождествить получается многообразие ну значит называется это пламбинг то есть как я и говорил эти ну вместо цемента используются припаивания их друг к другу и мы ограничимся тем что дадим имя значит получается таки гладко результат в результате так это гладкое гладкое пока что гладкое четырехмерное многообразие ну мы их не называем многообразие но значит принято говорить с краем давайте большими буквами напишем потому что ну это несколько за пределами наших рассмотрений с краем да и край у нас будет называться наш край это трехмерное многообразие сейчас простите одну минуточку с краем получается сколько нас само многообразие P наверное слово пламбинг думаю я только они в виде двойного индекса пишут вот ну как было сказано главное на Е8 то есть Е8 точно так же задается вполне определенной матрицей которая имеет смысл во всех воплощениях этой теории поэтому я сейчас не поленюсь эту соответствующую матрицу выписать и ну вот такая теория квадратичных форм значит надо найти надо выписать 8 двоек по диагонали в дальнейшем оказывается очень важным что они что они все эти числа четные вот не так-то легко запомнили в определенном смысле то есть в смысле правил написания сопоставления квадратичным формам или там решеткам то есть векторным пространством с целочистым скалярным произведением графов вот связано с тем что специалист сразу отождествит эту квадратичную форму с ее изображением ну осталось такая три полосная матрица осталось провести вот такие единицы такие единицы и все в остальных местах у нас нули вот если угодно это еще один лик загадочной немножко буквы е8 существуют они втроем е6 е7 е8 как исключительные алгебры ли все остальные алгебры ну есть еще там f4 g2 но все остальные алгебры ли укладываются в аккуратные серии простые например компактные вещественные алгебры ли то есть алгебры ли компактных вещественных групп теория похожа на классика на теории конечных простых групп но значительно проще потому что у простых групп над вещественными числами есть алгебры ли точно так же они разлагаются на простые алгебры ли и вот простые алгебры ли существуют сериями и крошечным количеством спорадических алгебр ли неожиданно оказывается что в теории многообразия особую роль играет е8 но я запишу два утверждения о когмологиях и гомологиях может быть сначала сказав еще несколько общих слов которые собирался сказать но не совсем понятно когда их надо произносить но сейчас у нас появится когмология я в обведении утверждал что мы очень плохо понимаем то что происходит я наверное это могу чуть-чуть уточнить понимаем мы плохо мир многомерных многообразий а доказывать про него умеем очень много чего и одну из этих причин можно интерпретировать так мы знаем замечательные теории дискретных инвариантов и действительно умеем с ними работать что бы мы не наворотили например из четырехмерных многообразий с помощью четырехмерных многообразий уж то что о гомологии мы посчитать умеем и еще напомню что ну в вещественно четномерном случае всегда самое интересное происходит в средних гомологиях средние гомологии обладают важнейшей дополнительной структурой только когда размерность как у поверхностей дает остаток два определения на четыре у нас в средних гомологиях возникает косая невырожденная форма форма пересечения а в многообразиях размерности которая делится на четыре возникает квадратичная форма и вот оказывается что оказалось во второй половине двадцатого века что арифметика квадратичных форм которая была предметом самостоятельного интереса в основном специалистов по теории чисел с девятнадцатого века начиная оказался решающий в понимании нетого класса многообразия к чему я это говорю к тому что я сейчас выпишу гомологии которые имеют гомологии и когомологии которые имеют отношение к делу все они вычисляются с помощью соответствующих точных последовательностей вот и делаются выводы которые нам позволяют сделать следующий шаг и так у нас есть вторые гомологии абсолютные 8 все они с коэффициентом в том тексте который я использую канонический замор потому что из точной последовательности тут же вот двое точка с запятой ставится здесь чтобы отделить когомологии пары вот это тоже многообразие в котором стянули его край П Е 8 так и это все-таки и это это группа с одной образующей и из нее вытекает информация о первых гомологиях сейчас сейчас нет 0 0 0 0 так и значит далее я про сами края здесь относительно Видимо, достаточно бессмысленное занятие выписывать, что именно равно нулю, но просто вот это такой стимул к тому, чтобы, если не удается включить геометрическое воображение, то, по крайней мере, эти варианты. Видимо, любому математику полезно научиться рисовать, научиться, простите, вычислять. Значит, отсюда делается важнейший вывод, что край нашего многообразия ДПЕ8, вернее, интегральные гомологии этого края, как у трехмерной сферы. То есть, ну, называется это, что оно, гомологическая, гомологическая кая-3 сфера со времен План-Каре, ошибку которого мы обсуждали на прошлой лекции. Ну, есть такое понятие, на самом деле это гомологическая сфера План-Каре, все это хорошо, и ошибка План-Каре, и его исправление было хорошо известно. И теперь достаточно трудная теорема. Давайте я логические стрелки буду писать так, чтобы все уместилось. Есть совершенно не тривиальная теорема Фридмана, который выводит из этого тот факт, что что наша П значит, граница что существует стягиваемое многообразие такое, что ПЕ8 и есть его то есть граница ПЕ8 еще с обращенной ориентацией позвольте ограничиться устной констатацией этого, что значит, как бы с другой стороны к этому трехмерному многообразию может быть подклеено стягиваемое многообразие. Вот именно это и делается и после этого мы можем объявить Е8 как наше построенное из четырех кирпичей многообразие с краем Е8 которая по границе склеена склеена с тем многообразием которого так сказать с противоположной ориентацией которая оно ограничивает. Ну, я не питаю иллюзией относительно того, что середина того, что я рассказал понятна, но, тем не менее, это самое простое как было сказано не сглаживаемое многообразие и я обычно не буду объяснять почему объекты, с которыми мы работаем находятся в определенных местах нашей диаграммы а сейчас объясню почему МО Е8 не сглаживаемо вот тут надо посмотреть на ВА Е МО потому что оно четно что это ну, значит обычно в теории односвязанных четырехмерных многообразий одни и те же слова используются для квадратичных форм пересечения для самих многообразий решетка называется четной если все да прошу прощения совершенно вот когда я встретился с этим впервые для меня само слово решетка вообще перегружены во всех математике разных времен со страшной силой совершенно вот оно в этой теории значит не вполне очевидную вещь это свободная Абелева группа с невырожденным унимодулярным скалярным произведением то есть которое задается матрица да тоже не совсем или совсем не очевидный факт что это унимодулярная матрица у нее определиться равенными единицами заслуживает это заслуживает сначала подсчета потом попытки понять каких-нибудь содержательных точек зрения вроде того что это все-таки матрица пересечения некоторого четырехмерного многообразия а черная называется решетка если скалярный квадрат любого ее элемента четен и вот четность этой решетки заключается сразу видна из того что по диагонали у нее стоят двойки но есть теорема Рохлина так мелким шрифтом написал аргументы по теореме Владимира Александровича Рохлина замечательного замечательного математика который работал в этом самом институте секретарем пантрегина потому как в плену ухитрился выжить выдав себя не за еврея за азербайджанс потом никто не брал но вот Лев Семенович Пантрегин который в последующие годы рекомендовал себя как ужасающий антисемит вот в данном случае на несколько лет обеспечил выдающуюся математикой работой тем что он был не сотрудником института а секретарем но потом как-то все немножко выплевелось Итак Рохлин доказал что в случае гладкого многообразия если не ошибая сигнатура делиться да сигнатура то есть из-за того что сигнатура вот этой формы давайте ее так напишем 2 не делится на 16 отсюда и следует что Е 8 не ну давайте я поленюсь и напишу не гладко на самом деле не сглаживаемое то есть иначе говоря по теореме Рохлина что это 40-е годы топология только-только начинала приобретать современные черты хотя конкретики было уже довольно много и вот было доказано что у немодулярная сигнатура у немодулярной четной решетки пересечения гладкого компактного многообразия должна делиться на 16 вот такое совершенно как вы видите не прямое соображение позволяет нам ну как всюду в теории тех кто этим занимается позволяет построить объект здесь есть ли какие-нибудь вопросы по поводу этого удивительного многообразия так надеюсь что остальное пойдет проще я тогда все наверное стираю мы не будем к этому возвращаться оставим на память Е8 думаю что на самом деле вопрос который обсуждается в сети остается открытым нет ли все таки примера попроще то что он неизвестен и не указан в традиционной литературе не говорит о том что его его не существует и каких-то причин для того чтобы не было чтобы нельзя было что-то попроще построить с более понятными понятной причиной несглаживаемости тоже вроде бы науки неизвестно но переходим к следующей разности собственно я про нее наверное почти ничего сказать и не смогу итак гладко не допускающая комплексной структуры с 4 давайте я устно объясню что собой представляет почти комплексная структура то есть не то что объясню это формулируется в одну фразу то только действительно свободно владеть понятием структурной группы расслоения дело в том что почти комплексная структура определяется в терминах касательного расслоения и у почти комплексного многообразия касательное расслоение наделено той же дополнительной структурой что касательно расслоения комплексного многообразия а иначе говоря нет надо написать все-таки почти почти комплексная структура структура ну давайте скажем давайте смело напишем неправильность все-таки не будем написать наличие комплексной структуры это редуцируемость что она может быть только разумеется на четномерных процессах тут я не знаю правильное значение давайте структурной комплексной структуры на многообразии М редуцированной структурной группы с структурной группы чего tm касательного расслоения с той структурной группы которая на ней есть отрождение бесконечность ну давайте раз она четная то уже l сразмерно дим m от r к g l дим m дим m пополам от c вот и это редуцированность структурной группы но чтобы в нее вдуматься необходимо освоить теорию характеристических классов которые в свою очередь представляют собой предмет полугодового курса но дело в том что характеристические классы это вполне вычислимые объекты и по чисто топологическим характеристикам многообразия можно судить о том имеется такая редукция или не имеется вот я сейчас ограничусь этим указанием то есть сообщением о том что всего лишь на стопологии четвертыхмерной сферы следует что на ней почти комплексной структуры нет обращу внимание тем не менее на то что неправильно было бы сделать отсюда вывод что четвертыхмерная сфера это предмет только гладкой математики ну если считать что какая-то комплексная математика и вроде нее это следующий более изощренный шаг чем гладкая по крайней мере в ней комплексной геометрии есть место аналитическим методом все разлагается в ряды есть большое количество дополнительных инвариантов и так далее поэтому я все таки так сказать вне связи с нашей диаграммой что у С4 есть тем не менее замечательная интерпретация это проективная прямая над телом кватерниона вот и значит кватернионная математика она она конечно довольно бурно развивается прямо со временем ее изобретение и она конечно является аналогом комплексной математики но вот так получается что четырехмерная сфера в комплексную геометрию не вписывается а в кватернионной является краеугольным таким камнем это не просто отвлеченное соображение а в разного рода физических теориях прежде всего так называемые теории твистеров ну можно сказать что теория твистеров строится совершенно аналогично то есть вдохновляется аналогии ну того же касательного расслоения к проективной комплексной проективной прямой которая у нас уже фигурировала так что с 4 не чуждо тому о чем мы говорим я тут сейчас немножко в замешательстве упомянули результат говорящий о том что почти комплексных многообразий тем не менее очень много их очень легко строить давайте упомяну давайте упомяну значит кстати давайте не отступление давайте напишем результат какого-то автора который ни о чем имя которого ни о чем не говорит я его сейчас прочитаю ой прощение я правда не на сто процентов уверен что это его результат значит такое мы его упомянем еще в нашем центральном создании котчика метод котчика 1992 значит для любого икс ну давайте не буду перечислять значит какие у нас рассматриваются иксы словами мы лишь повторим гладкое гладкое ориентируемое четвертьмерное многообразие тогда нет связанная сумма то есть связанная сумма х и нет количества ну давайте я так напишу p2 c вообще вот можно довольно уверенно сказать что проективная комплексная проективная плоскость играет роль ручки в одномерной комплексной геометрии или роль тора в одномерной двумерной геометрии существеннейшая часть примеров строят с помощью связанных сумм это увидеть в оставшихся в оставшихся рассмотрениях значит такая сумма на мой взгляд поразительная совершенно с точки зрения вообще рассмотрение тут четыре или пять ну мы можем у нас все-таки есть принадлежит нашей категории полностью комплекс вот это чисто топологический результат все умеют считать гомологии а также характеристические классы и вот они себя ведут таким образом но только надо написать значит здесь давайте я все-таки напишу плюс-минус плюс-минус надо соответствующим образом подобрать ориентации а если больше 5 то можно чтобы было да ну имеется в виду ориентированная то можно ну одно или не то либо 2 плюс либо всюду плюс минус всюду минус с точки зрения гладкой математики в частности комплексной структуре структуре почти комплексное многообразие как оно есть и комплексно сопряженной структуры или с обращенной ориентации это совершенно разные вещи и процедуры связанные суммы тоже являются разными так значит давайте двигаться дальше теперь почти комплексные да это было кстати и теперь почти комплексные почти комплексные не комплексные мы же его а нет еще не привели а у нас комплекс ну вот это как раз и есть три суммы перепишем индиверность сюда то есть тройная сумма такая где-то я собирался сказать сегодня очевидную вещь давайте для экономии времени я ее сейчас произнесу устно что особую роль играет в комплексной в самом сердце нашей диаграммы когда речь идет уже об алгебраических многообразиях то особую роль играет связанная сумма именно не с какой не проективной плоскостью а именно с сопряженной проективной плоскостью комплексной плоскостью с обращенной ориентацией и вот есть замечательный факт заключающийся в том что связанная сумма с как ее надо называть анти проективная анти плоскость проективная анти плоскость с топологической точки зрения представляет собой просто раздутие точки почему это так я много раз хотел сам научиться это лучше понимать и научиться лучше объяснять но ничего лучше чем написать формулы и действительно убедиться что так оно и есть я в данный по крайней мере момент не умею я переводил всякие книжки в которых это достаточно подробно объяснялось но вот лично я включить геометрическую интуицию не умею тем не менее это так и на уровне формулы это не трудно проверить здесь надо правда сделать важную оговорку заключающуюся в том что мы берем связанную сумму почти комплексных многообразий как мы это делаем вырезаем шарик из одного многообразия из другого учитывая ориентацию тщательно учитывая ориентацию склеиваем соответствующие пустые сферы получаем новое многообразие и если у нас изначально были почти комплексные структуры то кажется что надо посмотреть на сшивку на то место по которому мы их склеили и как-то поворот как-то линейные операторы согласовать к сожалению это точка зрения не жизнеспособны просто потому что наличие или отсутствие почти комплексных структур это глобальный топологический факт у результата надо просто посчитать характеристические классы я не ручаюсь что это в неформальном плане это непонимание современной наукой может быть это непонимание лично мной но пройти этот факт мимо этого факта я был не в силах не считал правильным так и мы собственно подошли до последней последней разности по поводу которой надо много чего наверное хорошо бы много чего сказать у нас немножко времени есть значит вот такая есть скажем далеко не центральная часть математики классические современные компактные комплексные многообразия не допускающие комплексные не допускающие алгебраической структуры да и тут есть вещи совершенно поразительные с точки зрения недодуманности давайте сразу два тут надо все сохранить а мы вот это это отступление нам наоборот не нужно я думаю что мельком произносил слова об униф униформизации то есть уверен что произносил когда мы говорили о двумерной геометрии в частности о метриках локально однородных метриках двумерной и трехмерной что же касается униформизации алгебраических поверхностей то здесь дела обстоят совершенно катастрофически то есть не то что такой стройной теории как комплексной размерности один нет ну почти никакой теории нет однако вот наша тема которую мы прямо сейчас обсуждаем является важным исключением то есть для тех многообразий у тех комплексных многообразий у которых которые не алгебрализуемы как раз универсальные накрывающие устроено особо простым образом значит ну итак здесь ну давайте два класса примеров примеров так я собрался там будет место для других значит давайте так два класса примеров вот у нас есть многообразие x так мы обозначаем универсальное накрывающее вот если в одном случае это просто она является комплексной плоскости это и есть это и значит что само многообразие комплексный тор можно написать по фундаментальной группе многообразие x ну и оно сейчас здесь я собирался наверное здесь собирался поговорить о разных не очевидных вещах может быть общего характера давайте так вообще говоря на x почти ничего нет что мы имеем ввиду нет миромашной функции вот ну да почти что нет линейных расслоений значит нет кривых вот такая такая бедная жизнь на комплексном не алгебраическом торе я хотел в этой связи зачем-то упомянуть ну просто как важно общематематические понятия касающиеся комплексных произвольных компактных комплексных многообразий это размерность мыши зона зона это ну любого комплекса многообразия это степень трансцендентности трансцендентности именно этого самого над ну да вот это расширение поля номеромофтной функции которое разумеется определено точно так же как как и на алгебраическом многообразии и в размерности 2 это объект еще не интересный в размерностях в высших размерностях очень интересный во-первых он в размерности 2 не принимает промежуточных значений 1 он либо 0 вот в таких убогих многообразиях либо сразу 2 и тогда когда степень трансцендентности 2 это в общем не треверный факт но это правда то тогда многообразие комплексная поверхность в этом случае алгебраично а в старших размерностях это не так есть и многообразие промежуточных размерностей и есть интереснейший класс многообразий который так и называется многообразие мыши зона у которых максимальная степень трансцендентности поля это мироморфные функции но которые тем не менее не являются алгебраическими в них хорошо решаются некоторые проблемы разрешение особенностей например тоже все там определено раздутие вздутие морфизмы очень интересные вот ну мы сейчас и вообще в этом курсе не успеем заглянуть в старшие размерности я просто пользуюсь поводом чтобы что-то сказать про эти будто бы достаточно убогие объекты но хотел я да во-первых есть другой класс другой класс есть еще одно многообразие это одна возможность как их строить и другая ну как они называются правильно называть поверхности кадаиры очень много что называется поверхностями кадаиры но иногда если кадаиры и других людей то это будет К3 а вот поверхности кадаиры это кадаиры которые этим занимался это когда универсальное накрывающее это С2 без 0 0 одномерного аналога этого нет потому что когда из комплексной прямой мы выкинем точку то что останется быть не односвязным а естественно если из вещественных четырехмерного многообразия выкинуть точку то будет очень даже односвязный объект и вот икс в этом случае икс как раз сейчас было же диаграмма вот у нас есть поверхность кадаиры я простите забыл сказал ли я что и кадаира и дженни этим занимались тоже определили комплексную структуру на произведение любых двух нечетно-мерных сфер это лишь простейший их вариант ну еще более простой это скажем с1 умножить на с1 или вообще вообще торрин но вот тут у них такие есть немножко убогие родственники и в данном случае икс это произведение окружности на а мы в другом порядке их писали на трехмерные сферы на окружность а p1 от x это разумеется z и оно действует скажем так как образующая она порождена умножением на число там z w на лямбда z w что можно сказать про лямбда видимо видимо не налевая комплексное число не единичный не единичный норма вот так очень просто устроено многообразие дает широкий класс вот таких вот убогих таких убогих объектов а почему я начал про это говорить и даже даже освободил доску для того чтобы воспользоваться сказать удивительный на мой взгляд гипотезе гипотезе шафаревич и покойный учител вообще был мастер высказывать загадочные гипотезы которые непонятно как им удавалось угадать а потом жив он или не жив а они остаются открытыми конечность групп шафаревича и вот этот то что я сейчас сформулирую тоже наблюдение сформулирование его он мотивировал когда я был третьекурсником предложение мне заняться униформизации вопросами изучения универсальных накрывающих комплексных поверхностей значит c2 как универсальная накрывающая голоморф нам полно сейчас я объясню что это такое там штейн он называется морф но полное многообразие а c2 без нуля голоморф нам не не полно что это значит скажем так гломорфная функция из о голоморфная функция вне одной точки предвидительно продолжается сейчас как мы скажем давайте так скажем что ограничение о от c2 а c2 суреективно 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 функция голоморфная вне одной точки задается сходящимся рядом вне этой точки и у этого сходящегося ряда есть свободный член вот и шпалей что-то связал с тем что факторы факторы значит c2 тут надо как раз избежать торов что c2 это универсальные накрывающие алгебраических поверхностей а c2 без нуля представляет собой универсальные накрывающие вот в известных примерах на самом деле есть некоторые классификационные не алгебраические есть некоторые классификационные задачи классификационные теоремы которые хотя там есть открытые вопросы в классификации но тем не менее все эти вот комплексные не алгебраические многообразия не очень далеко друг от друга ушли и вот гипотеза Шпаревича заключалась в том что это будет всегда так я ее точно не формулирую но вот это это прозрение по поводу того как как свойства быть алгебраическими поверхностями отражаются в математике универсальные накрывающие в математике универсальные накрывающие на самом деле с такой тоже общей математической точки зрения речь идет о том что на ну что такое универсальное накрывающее это тот объект на котором однозначными становятся неоднозначные функции и вот на алгебраическом многообразии есть богатые способы строить многозначные функции а на не алгебраическом их нет ну вот эта гипотеза в некоторых частных случаях доказана но вообще открытая проблема которая конечно тоже как и другие сегодняшние сюжеты говорит о том что мы не очень много чего понимаем многомерной в данном случае комплексной геометрии ну вот список наших разностей мы закончили есть ли какие-нибудь вопросы по этому поводу хорошо давайте посмотрим какие у нас резервы это нам пожалуй наша диаграмма больше не нужна то есть соответственно мы чуть-чуть поняли что хотели про эти про категории разных четырехмерных многообразий с дополнительными структурами и сейчас обсудим уже достаточно отдельные вопросы двух типов фундаментальной группы четырехмерных многообразий и метрики на четырехмерных многообразиях значит следующий раздел это давайте фундаментальные группы подразумеваем я подразумеваю что х это как раз наше действующее лицо так как то у котчика красиво это называется так еще раз напишу котчик 1992 так значит для любого скажем так для любой конечна конечна представлены но представлены но представлены группами мы упоминали при обсуждении трехмерных многообразий что любая конечно представленная группа порождается как фундаментальная группа вещественного четырехмерного многообразия вот оказывается наши структуры рассматриванные нами структуры позволяют сделать гораздо более сильное тверждение которое может быть чуть-чуть обесценивается тем что было указано кстати то есть существует то есть мы знаем что на самом деле почти комплексных многообразий много вот существует почти комплексное многообразие с любой предписанной предписанной группа гамма текст и замочная и замочная гамма ну помимо прочего это теорема это теорема как раз перекликается с тем что мы обсуждали в трехмерном многообразиях ну может быть в еще более ярко более таком ясном виде чем тот результат о котором мы говорим это та неразрешимость о которой мы говорили потому что ну тоже в этом заведении с 50-х годов было известно благодаря работам Маркова что проблема изоморфизма конечных представленных групп неразрешима вот ну и теперь мы видим что важный дискретный инвариант почти комплексного многообразия фундаментальная группа может принимать произвольное значение поэтому хотя бы по этому инварианту их расклассифицировать при всем желании нельзя этот результат на мой взгляд очень хорош тем что обычно его по-моему несколько раньше он был сформулирован для для симплектических многообразий о которых мы в этом курсе не говорим хотя я на первых лекциях обещал поговорить но вот как мы видим времени не охватил он и вот может быть и зря я стерл эту диаграмму потому что видно что в ее среднем впечатлении для для почти комплексного многообразия в некотором смысле все ясно что же касается вопроса давайте его так напишем позволим себе написать p1 вообще алгебраических поверхностей это вопрос в огромной степени в огромной степени открытый тут еще немножко мешает то что естественно мы с вами мы с вами говорим только о компактных многообразиях наиболее естественно фундаментальные группы рассматривать и для афинных многообразий тоже тогда мы выходим за пределы того что здесь обсуждается тем не менее вот такая есть ситуация когда у нас есть полный ответ который с некоторой точки зрения не безнадежно с точки зрения может показаться безнадежным с точки зрения задачи классификации когда мы переходим более тонким структурам но наверное будущее покажет вот значит фундаментальные группы мы выделили как такой объект опасный и теперь обратимся к случаю односвязных многообразий а тут наоборот полный триумф случай п1 от x случай тривиальных многообразий и здесь очень важное отличие имеется комплексной теории в размерности 2 от комплексной теории в размерности 1 где в размерности 1 односвязное из компактных только временного сферы и не о чем говорить а тут очень богатый очень богатая теория что надо сформулировать значит две теоремы я сформулирую на эту тему так и два чемпиона года укажу только вот я почему-то во втором не успел указать годы электричество отключалось с ридом значит наши иксы не будем не будем их повторять значит икс давайте так напишем классифицируется вот чем нас уже не удивишь тем что главное это форма пересечения на H2 давайте еще разочек поговорим о том как что это за объект короче всего определяет форму пересечения в терминах когмологии дорама потому что они просто соответствуют интегралу от внешнего произведения два форм но они имеют смысл когмологии дорама имеют смысл только для гладких многообразий а мы уже знаем что встречаются негладкие многообразия а сейчас вот-вот будет сформулирован результат ну который можно интерпретировать так что они примерно половина их не гладкая так вот x-ыкл цифицируются во-первых формой и еще одним инвариантом со значениями так так вот прошу прощения я не помню h3 по-моему h нет давайте не буду пытаться h3 h сколько это х по-моему три скорее всего три но с коэффициентами в f2 то есть такой инвариант который может принять всего два значения я только скажу как он называется самые лучшие названия все-таки по имени кирби хибенман инвариант вот есть еще инвариант сглаживания вот и что касается сглаживания то на то и есть теорема Дональдсона она же говорит о том что если угодно давайте может быть немножко постараемся понять почему в 19 веке люди интересовались арифметикой квадратичных форм причина заключалась в том что это простейший вид уравнений в целых числах ну начиная с квадратных уравнений с которых с которыми все разобрались в древних цивилизациях вот ну и в конце 19 века в теории чисел были замечательные результаты там принцип Менковского например который говорил о том что квадратичные формы надо чтобы на квадрике лежала рациональная точка надо посмотреть что происходит на той же квадрике над полями всех пополнений одного Архимедова и всех неархимедовых точек и уже тогда люди много чего знали что касается теоремы Дона Альцона то она заключается в том что многообразие сглаживаем тогда и только тогда на самом деле в терминах инварианты кирби это тоже формулируется но несколько более сложно а красивая арифметическая формулировка сглаживаем тогда и только тогда когда форма диагонализуема эта форма ну не очень может быть хорошо но здесь это символ нашей операции а здесь матрица диагонализуемая над Q тут можно как раз вспомнить матрицу которая была у E8 и наверное в большой степени ее определяла я думаю что при более какой-то интуитивно приемлемой теории односвязные многообразия должны прямо по своим этим формам пересечения как-то строиться геометрически ну это фантазия и надежда если это будет проделан то людям которые будут через сколько-то десятилетий на эту тему читать лекции будет несколько легче чем мне а тут вот такая красивая арифметика решает проблему сглаживания но самое конечно наиболее важно конечно вот эта часть и у которых квадратичных форм есть очень богатая теория свои инварианты и что еще впечатляет это то что ну во-первых прошу прощения тут есть список но даже какая-то наивная теория квадратичных форм говорит о том что важнейший вариант сигнатура и в частности положительная определенность в частности максимальная сигнатура и тут надо обратить внимание на то что неположительная определенность формы пересечения вообще говоря геометрически совершенно противоестественной если я не ошибаюсь некоторое время назад я не договорил мысли о том что собой представляет форма пересечения в средних гомологиях то есть я успел сказать что ее нельзя интерпретировать в терминах дифференциальных форм в несглаживаемом случае в несглаживаемом случае вот а в несглаживаемом случае это геометрическая теория пересечений многообразия средней размерности в данном случае поверхностей если они дай бог реализуют циклы какие-то циклы то это пересечение поверхностей в четырехмерных многообразиях и вот бывают случаи когда формы не положительно определены а что касается положительно определенных то их классы эквивалентности растут с дикой скоростью обычно в текстах приводится какие-то умопомрачительные количества этих форм там для размерности 50 или что-то в этом роде по-моему многие миллиарды или что-то ну какие-то сбивающие с ног числа и мы отсюда заключаем что вот такое есть невообразимое количество очень плохо упорядоченных гладких и негладких четырехмерных односвязных многообразий это еще при том что как подступиться к неодносвязному мы не очень знаем и так вот результат то ли положительный то ли отрицательный ну конечно положительный в том смысле что всегда надо радоваться когда получены исчерпывающие алгебраические инварианты но надо так же и понимать что они иногда помогают как и в других известных нам математических случаях иногда как раз говорят о том что классификация труднее чем нам могло показаться так и последний сюжет на сегодня и в связи с четырехмерными многообразиями вообще к сожалению это метрики я тоже среди вводных слов вероятно немножко недоговоримы мысли о том что дискретными инвариантами современная математика очень уверенно жонглирует их хорошо определяет хорошо вычисляет а какие же есть непрерывные варианты мы знаем из прошлых размерностей из меньших размерностей а именно ну мы успели это обсудить в размерности 2 есть два замечательных инварианта непрерывных бесконечно мерных варианта это множество метрик и группы гомеоморфизм и то и другое не только находится в зачаточной стадии но по-видимому в размерности выше двух мы не очень знаем на каком языке об этом говорить вот есть такие огромные множества но в случае размерности 4 ситуация гораздо оптимистичнее ну это конечно немножко на любителя метрики на любителя здесь полезно вспомнить что все таки 4 размерность 4 4 она к нашему физическому миру имеет прямое отношение а именно это размерность все таки нашего так сказать нашего пространства времени а в пространстве времени действует общая теория относиться с Эйнштейном можно его очень понимать или не очень но так или иначе мы прошлый раз на прошлой лекции говорили о потоке ричи и это частный случай значит вот метрики Кейлера Эйнштейна давайте напишем Кейлера Эйнштейна обе фамилии Эйнштейна у меня такое ощущение что я несколько вещей сформулирую поэтому давайте примем аббревиатуру Кейлера Эйнштейна так и надо отдельно сказать о чем идет речь я начал не смело говорить о пространстве времени значит теория относительности бывает специальная специальная просто говорит о том что давайте сейчас ну тут у нас будет не метрические тут у нас симметрические матрицы другого сорта значит исход у Эйнштейна специальная теория относительности ну не знаю как там сигнатуру правильно то есть куда правильно ставить плюсы куда минусы вроде в разных учебниках бывает по-разному но нам это не очень интересно поэтому вызывая гнев некоторых физиков которым мне нравится что рассматриваются то есть произносят слова уравнения Эйнштейна а рассматриваются что-то совсем другое а что эта сигнатура пришла из можно сказать из электромагнетизма а мы ее исправим на обычную римную сигнатуру сейчас психологически лучше было чтобы я поставил три плюсика один минус но все равно про эту Лоренцеву сигнатуру мы говорить ничего не будем вот а общее общее уравнение Эйнштейна но выглядит ровно так же как прошлый раз то есть то есть тензор речи есть лямбда метрический тендер но вот в таких стандартных обозначениях тут уж никуда от них не деться и оказывается да простите это значит часть относится к Эйнштейну теперь что касается Келлервой метрики это более длинная история конечно не на последних минутах ну как у меня минут пять еще есть Келлервой метрика метрика ну давайте все-таки напишем в локальных координатах ds квадрат это сумма g и g и и g и g мы сверху пишем g и тут тоже полезно подчеркивать индекс d z и т вот в локальных координатах она записывается таким вот образом со свойства эрмитовости и оказывается что корректно определена омега всегда корректно определена форма простите тут конечно ничего такого не стоит это симметрическая форма корректно определена вот такая форма и келлеровость заключается в том что келлеровость заключается в том что эта форма замута конечно определение плохое совершенно не позволяет включить геометрическую интуицию но оно по крайней мере во-первых короткое во-вторых сразу дает ее келлеровой объясняет почему келлеровая метрика есть на всех ну у нас свои обозначения на всех алгебраических многообразиях причина просто в том что на p n с координатами 0 z n обязательно c рассматривается такая замечательная метрика но ее можно определить как однородную ну единственное однородную соответствующую группу но лучше написать так да горит сумма z 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 невероятеном зависимость от от это само неоднородность убивает и очень легко проверить что это форма является келлеровой а стало быть она индуцирует любую индуцирует келлерову метрику на любом алгебраическом многообразии вот это такая выделенная метрика выделенная алгебраическая Как мы знаем, нехорошо определять алгебраическое многообразие как подножество проективного пространства, но хорошо определять его как комплексное многообразие, вкладываемое в комплексное проективное пространство. И вот на нем сразу выделяется некоторый класс метрик. Логически это не эквивалентно. И давайте я все-таки напишу главный результат, который я хочу привести к метрике Келлера. Что такое Эйнштейнова я написал, что такое Келлерово тоже написал. И давайте все-таки бескоординатно это запишем. Скажем так, будем рассуждать про почти комплексное. Ну, не будем забывать, что у нас размерность 4, но будем рассматривать многообразие с традиционной буквы Ж для почти комплексной структуры. А с Келлеровой формой она связана таким замечательным образом. Омега есть метрический тензор. Значит, тут должно быть место для двух векторных полей. Вот одно вставляем так, другое не трогаем, видимо. Да, вот омега должна быть косой функцией на паре векторов. Ж квадрат у нас равно минус единице, и легко проверить, что он именно омега и нет кау. Вот смысл Келлеровой формы, построенной по почти комплексной структуре. Теперь обращаемся к уравнению Эйнштейна. Я бы, если его не совсем в правильном месте написал, перепишу сюда. Давайте сюда напишем Келлера и Эйнштейна, имею в виду, что метрика у нас Келлерово, а уравнение именно такое. Но оно такое коротенькое. Оно имеет ужасный вид в локальных координатах, но вот это один из случаев, когда инвариантные используются лучше. Так, и вот, значит, теперь какие есть результаты меня совершенно поражающие. Значит, теорема, ну, в разное время, но в основном ЯУ, давайте ЯУ и другие. Значит, ЯУ не всегда занимался тем, что оспаривал российский приоритет в доказательстве. Ну, еще один человек, ему кажется, подшествовал. ОБЭН, по-моему, он читается. Вот. И говорит вот о чем. На вот этой паре МЖ существует метрика Келлера и Эйнштейна. В некоторых случаях существует и часто, почти и единственно. Значит, главный пафос того, что мне осталось сказать, ну, это не теорема, а три теоремы, но главная мысль заключается в следующем, что множество всех метрик на комплексных поверхностях, ну, совершенно необозримое и общие теоремы вряд ли есть. А вот, когда мы из физики какой-то, или каких-то косвенных соображений, навеянных физикой, берем некий класс метрик, то мы получаем результаты абсолютно аналогичные комплексно-одномерному случаю. Вот я их сейчас и напишу. Значит, существует метр Келлера и Эйнштейна, но, видите, у нее есть параметры. Оказывается, что это главное, это ее знак. Ну, знак, значит, соответствует первому классу Женя. Ну, что это значит? Где живет первый класс Женя? Живет во вторых когмологиях, а там у нас есть квадратичная форма, поэтому имеет смысл знак. Значит, ну, давайте сразу напишу лямбда. Наверное, это можно как-то короче написать. Ну, как видите, здесь избегается слово «кривизна», хотя, конечно, ассоциация именно такая. Просто многомерий, кривизм очень много, и лучше написать три утверждения. То есть, так или иначе, уже это показывает, что само понятие выбрано совершенно правильно. Только при этом не надо думать, что в размерности 2 все ясно относительно метрик Келлера и Эйнштейна. есть полно открытых вопросов. Но дело в том, что для алгебраических многообразий все это имеет алгеброгенетический смысл. Значит, давайте, когда х у нас алгебраичным, то в этом случае минимальная х, минимальная поверхность общего типа без минус 2 кривых. Ну, там есть некоторые тонкости, минус 1 кривые. Совсем легко стягиваются. Есть еще минус 2, которые там разрешение более сложных. Как при разрешении более сложных особенностей? Что такое нулевая кривизна? Тоже ничего удивительного. То есть нулевой класс Женя. Это конечные факторы. Тогда х, конечный фактор, фактор Абелева, или К3. И, наконец, если положительное, то тут тоже есть вся ассоциация с положительной кривизной. Но более точно, что х – это возможности меньше. На чем существует метрика Эйнштейна с положительным? Ну, давайте я скажу лямбда, потому что не уверен, что знаю, как ее правильно называть. Значит, или P1, или квадрика – это плоскость, или квадрика, или, ну, на самом деле, тут почему-то изощрен в той работе, которой я пользуюсь, несколько изощренно написано, что такое поверхность Дель Петца. Но, тем не менее, наверное, это написано так, чтобы человек, ничего не знающий об алгебраической геометрии, понял. То есть вот она такая переформулировка, что вместо раздутия точек мы скажем сумма с некоторым количеством проективных плоскостей с обращенной ориентацией, ну, и как раз сдувается сколько точек, ну, в общем положении точки. То есть это и есть дифференциально-геометрическое определение метрик Келлера-Эйнштейна. Таким образом, в размерности 2 мы имеем исключительно точную их характеризацию с дифференциально-геометрической точки зрения, которая прекрасно перекликается с алгебраической геометрией. я сейчас не берусь сказать, какие вопросы там открыты, но, безусловно, очень открыты вопросы о таких же наличии, таких же прекрасных результатов высших размерностей. вот по необходимости то очень немногое, что я хотел и успел все-таки сказать о четырехмерной геометрии многообразии. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо. Тогда мы на этом заканчиваем. Осталась одна лекция.